МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогие друзья, здравствуйте! Тема нашей сегодняшней беседы. Постараться на примерах из философии и литературы античной, древнегреческой, сегодня. Из святоотеческого наследия, из литературы древнехристианской, раннего средневековья и среднего средневековья. И, конечно, обращаясь к примерам из мировой художественной литературы, постараться понять, что помогает или, напротив, мешает человеку стать по-настоящему счастливым. Тема обширная, большая очень, замах серьезный. И мы сегодня постараемся рассмотреть ее на двух примерах. Первый пример из философского античного предания. «Жизнь философа Диогена Синопского». Того самого Диогена, его не путают с автором первой античной истории философии, Диогеном Лаэртским. А Диоген Синопский – это тот самый Диоген, про которого говорят еще Диоген из бочки. А второй пример более поздний, но для нас из 21 века почти одинаково древний. Диоген Синопский жил в 4 веке до Рождества Христова. А человек, к которому мы тоже сегодня обратимся, к его рассуждениям из единственной сохранившейся его книги, его сочинения, это святитель Феофил Антиохийский, живший во II веке по Рождестве Христовом и оставивший нам свое творение, три книги к автолику, написанные приблизительно в середине второй половины II века по Рождестве Христовом. О Диогене Синопском я могу только вспоминать и говорить то, что сохранила о нем общечеловеческая культурная память. А обращаясь к примеру II, к святителю Феофилу Антиохийскому, я предпочту фрагменты его сочинения зачитать. То, что сообщаю я, некогда, еще 100-150 лет назад, знал любой интеллигентный, образованный, культурный человек. К сожалению, сейчас мы встречаемся с тем, что вещи, которые для гимназиста или гимназистки начала XX века были базовыми, фундаментальными, разумеющимися сами по себе, для нас сейчас мы что-то слышали. Современный человек, да мне кажется, даже и не только современный, а человек всех времен, он когда испытывает неизбежные трудности на жизненном пути, возникают какие-то проблемы, он воспринимает их как внешние помехи. При таком подходе человек перемещает акценты с мира внутреннего на мир внешний. Ему кажется, что реши проблемы внешние, а внутренних их и не существует. Потому что, как правило, человек внешний, материалистически ориентированный, ну, об этом говорит элементарное историко-культурное наблюдение, он собой в целом доволен. И философы всех времен, и богословы, они внушают нам совсем иное. Ставят перед нами жизненные задачи по-другому. Не так, как сегодня мы слышим, как предлагают нам их решать. Сегодня-то что у нас? Ну, еще недавно совсем, до этой эпидемии, до пандемии мировой, если существуют какие-то проблемы в образовании, то только, ну, какие? Ну, поднять зарплату учителям, ну, снабдить все классы самыми совершенными достижениями науки и техники, чтобы в каждом классе страны была интерактивная доска, чтобы учитель мог регулировать, рулить образовательным учебным процессом, имея на столе компьютер, и чтобы соответствующими приборами был снабжен каждый ученик. А сейчас это еще более острая проблема. Сейчас встал вопрос о том, чтобы если у нас дистанционное образование, это самое онлайн, будет все более расширяться и набирать силу, то тогда, конечно, каждому ученику нужны будут какие-то совершенные гаджеты, а может быть, еще и камеры в каждой квартире. То же самое с медициной. То же самое с любой общественной социальной сферой. Инвестиции, вложи деньги, всех ублажи и накорми, и все само собой решится. И вот философия, и тем более богословие, нам говорят, нет, не решится. Жизнь человеческая меняется к лучшему не тогда, когда к лучшему меняется окружающая среда, жизненные обстоятельства. Напротив, они меняются тогда, когда к лучшему меняется сам человек. И все самое ценное для человека, все самые важные для него вещи, как то, жизнь в гармонии с миром или ощущение внутренней полноты жизни. Или когда человек становится обладателем сильной и доброй воли, когда он любит и любим, причем тем лицом, которое вечно, которое над временем и над всеми жизненными и радостными, и скорбными обстоятельствами. Вот когда человек понимает, что он близок к настоящему счастью, которую никто украсть не может, вот тогда-то ему приходит ценнейшее знание. Это не с неба падает. И не в недрах земли технологиями раскрывается, а скорее само небо отвечает на внутренний запрос человека, на поиск им подлинного счастья. И вот об этом-то, о господстве над обстоятельствами жизни. О том, чтобы человеку стать настоящим господином всех трудностей, чтобы подчинить все обстоятельства жизни своему уму, воле и духу, об этом философия Диогена Синопского. Он родился, как нам говорит предание, в Синопе Черноморском. В каком-то смысле он наш, ну, земляк. И ему предсказала по одному, по одной из версий предания, пихия, гадательница, о том, что в жизни он будет заниматься переоценкой ценностей. Вместе с отцом он неправильно понял ее слова и стал фальшивым монетчиком. Но за это он был изгнан из своего города, и став изгнанником, он понял, что интерпретировал он слова гадательницы неверно, и услышал о том, что существует такой род людей, философы. Позднее над ним насмекаясь, говорили, вот нищим-то, нищим, бродягам, странникам, увечным, больным людям люди милостыню подают, а философам нет. На это он всегда был очень острым, едким на язык. За оба жизни его называли собакой. Кини по-гречески, отсутствие слова циник. Такой бессовестный насмешник. Вошло в историю. И вот он на это отвечал очень остро. Это потому, что люди знают, что слепыми и увечными они запросто могут стать. А философами никогда. Он ценил тот дар, который дали ему боги. Совсем таким, его иногда называют таким нерелигиозным циником. Нет, это не так, на самом деле. Он понимал, что есть высшая сила, которая управляет жизнью. Но он услышал о том, что есть философы к одному из них, Антисфену. Он пришел и говорит, научи мудрости. Он замахнулся палкой, потому что гнал от себя всех учеников. Тот моментально повернулся под столовую спину и говорит, бей, только научи. Ну, это было неожиданно, поэтому Антисфен палку отложил. И чему он учил, неизвестно. Но, видимо, научил хорошо. Впоследствии диагент скитался по всей Греции, жил подолгу в Афинах, в Каринфе, ходил босиком, в плаще на голое тело. Был такой обычай, на площади торговой можно было покупать схесное, но есть там было неприлично. Ну, вот такая особенность древнегреческого этикета. Вот, он говорит, почему же это? Голодать на площади можно, а есть нельзя. И он, вот, вопреки общему обычаю, от подаяния всегда питался, на площади ел. На площади, в основном, на агоре, в людской толпе проходила вся его жизнь. И мы знаем о нем несколько, ну, что о нем известно. В Пифосе, в глиняной бочке жил. Другого дома не имел. То есть, вот, если уж отказ от всех благ земных, то до предела. В Пифосе греки хранили или зерно, или вино. Ну, в Пифосе он натолкал себе несколько пуков соломы, и вот на этой соломе ночевал. Там же доедал свои объедки с площади. Вот, оттуда же и поучал. Часто к нему стекались люди, и он вот проповедовал из своей глиняной бочки. Может, имея ее и усилителем звука. И вот в глиняной бочке он жил. Это первое, что запомнила история, как яркую такую картинку о нем. А второе, он ходил по площади, по той самой, на которой проводил часто время своей жизни, и зажженным фонарем. Он ходил, всматривался в людей, подходил так, фонарем освещал. Он спрашивает, чем ты занимаешься? Он говорит, что это еще? Человека ищу. Смеялись на нем, говорили, ну что нашел? Хороших детей нашел в Спарте, а хороших мужей нигде. Однажды его похитили, неизвестно каким образом, может он на берегу моря шлялся, скитался, пираты, и отвезли на невольничий рынок, чтобы продать в рабство. Он сказал Глашатове, который был заинтересован в том, чтобы товар продался, говорит, кричи, не нужно ли кому купить хозяина? Он стал кричать по его заказу. Подошел человек, говорит, что это такое? Говорит, ну вот я предлагаю себя стать хозяином того, кто меня выкупит из рабства. Тому необычно я такое приценился, ну что ж, покупаю. Говорит, теперь ты меня должен слушать, что ли? Говорит, как? Ты же мой раб. Он говорит, ну если ты купишь врача, ты же будешь слушаться его советов, рецептов и так далее? Да. Тот еще с ним пообщался и доверил ему своих детей. Детей он воспитывал по-спартански. Не в неге, не в потакане и детским прихотям. Дети в нем души не чаяли. Вот такой был человек. И когда однажды к его бочке, к Пифосу подошел никто иной, как сам царь Александр Македонский, подошел, чтобы познакомиться, слава о нем, волнами расходилась по Греции. Тот выглянул и с вопросом на него так, взор вопрошающий. Александр говорит, я Александр, царь Македонии, а скоро и всего мира. Скажи, что для тебя сделать? Диоген, недолго думал, сказал, отойди немного в сторону, ты загораживаешь мне солнце. Александр был удивлен, конечно, и атошеда в сторону своим спутникам сказал, если бы я не был Александром, я хотел бы быть диогеном. Такое вот, такое внутреннее величие, такое господство над всеми обстоятельствами жизни. Его учение каким-то причудливым образом притворилось через века и отразилось в христианском богословии, в христианском вероучении. Во многих сочинениях ранних христианских писателей мы встречаем этот призыв к отказу от порочащих, разлагающих душу жизненных излишеств, наслаждений, удовольствий. Но, пожалуй, одни из самых ярких страниц, в которых эта тема звучит, в которых она откликается, это страница из сочинения, из первой книги к автолику святителя Феофила Антиохийского. Антиохия в первые века по Рождестве Христовым, пика своего расцвета она достигла во 2-3-4 веке, была крупнейшим городом, можно сказать так, по-древнему, мегаполисом древнего мира. Это население достигало, ну действительно, при том, что самые высокие это здания двухэтажные, 600 тысяч человек за полмиллиона. Рим, Афины, Александрия знаменитая и Антиохия. Антиохия город, как и Александрия, в котором процветал религиозный синкретизм, потому что туда стекались люди самых разных верований, культур, языков. В период расцвета Антиохия была поделена на 4 части, и каждая часть была окружена своей крепостной стеной. Часть этих стен сохранилась до конца 18 века, и один английский путешественник их зарисовал. Они действительно были внушительные, и город мог обороняться и держать долго оборону. В Антиохии был греческий квартал, греческое население, переселенцы из Крита, Кипра, из материковой Греции составляли там самую большую часть населения, был иудейский квартал. Были арабы, были персы, и все со своей культурой, со своим языком, со своими верованиями. И вот когда до Антиохии дошла благая весть о воплощении Бога, о том, что Бог стал человеком, чтобы по милости, благодати и воздействию его человек смог стать снова Богом, таким существом, которое было задумано Богом при сотворении, чтобы человек возрастал бесконечно в своем стремлении Богу стать ближе и уподобиться ему, вот когда благая весть достигла Антиохии, то она проникла в среду людей этих самых разных культур и верований. И если первые христиане себя друг друга называли братьями, учениками, подразумевая учителя Иисуса Христа, то впервые в Антиохии, как об этом нам сообщает книга «Деяний святых апостолов», впервые ученики Христовы стали называться христианами. Основателем церкви Христовой в Антиохии считается апостол Павел, Антиохийская церковь, паства которой находятся в Сирии современной, в Ливане отчасти, на территории Турции, в Соединенных Штатах Америки, в Новой Зеландии, в странах Африки и в Канаде, и даже отдельные храмы в Южной Америке, вот такая антиохийская нынешняя современная церковь, основанная апостолами Павлом сначала, потом Петром, и у нас даже в Москве есть подворье Антиохийской церкви, в Кривоколенном переулке Меньшиково башня, знаменитая такая, видная с Чистопрудного бульвара. Вот такая нынешняя современная антиохийская церковь, и святитель Феофил Антиохийский, он был седьмым епископом по счету от Петра, предшественником имел знаменитого Игнатия, священномученика Игнатия Антиохийского, или Игнатия Богоносца, пострадавшего в Риме. От святителя Феофила практически ничего не осталось, он был плодовитым автором, плодовитым христианским писателем, но вот единственная книга, которая от него осталась, но зато в интегральном виде, подлинном, многие рукописи, сличенные текстологами, патрологами, они говорят о том, что мы имеем перед собой замечательный этот текст, и я сегодня хотел прочитать из него несколько фрагментов, для того, чтобы мы с вами и пользу получили, и, может быть, даже, хотя и переведенную эту речь на русский язык, но, тем не менее, древнюю, раннехристианскую, античную речь мы с вами сегодня услышали. Феофила Кавтолику, книга первая. Если ты скажешь... Сейчас мы услышим слова, которые некоторым из нас известны, хотя бы даже как силодизм, как рассуждение, как такое логическое построение. Мы услышим эти вопросы, узнаем ее. Я уже этот эксперимент проводил, когда читал эту книгу тем, кто меня слушал, и они говорят, вот это откуда. Если ты скажешь, покажи мне твоего Бога, то я отвечу тебе. Покажи мне твоего человека, и я покажу тебе моего Бога. Покажи, что очи души твоей видят, и уши сердца твоего слышат. Ибо как телесные глаза у зрячих людей видят предметы этой земной жизни и усматривают различия, например, между светом и тьмою, между белым и черным, между безобразным и красивым, между правильным, соразмерным и неправильным, или как уши различают звуки, подлежащие слуху, резкие, тяжелые или приятные, так точно есть уши сердца и очи души, чтобы видеть Бога. И Бог бывает видим для тех, кто способны видеть Его, у кого именно открыты очи душевные. Все имеют глаза, но у иных они покрыты мраком и не видят солнечного света. И хотя слепые не видят свет солнечный, все-таки существуют и светят. А слепые пусть жалуются на самих себя и на свои глаза. Так и у тебя, друг мой, очи твоей души помрачены грехами и злыми делами твоими. Человек должен иметь душу чистую, как блестящее зеркало. Когда на зеркале есть ржавчина, то не может быть, видимо, в зеркале лицо человеческое. Так и человек, когда в нем есть грех, не может созерцать Бога. Итак, покажи ты себя самого. Не прелюбодея ли ты? Не блудник ли? Вор, грабитель, похититель, растлитель отроков? Не сварлив ли ты? Не злоречив ли? Не гнифлив ли? Не завистлив ли? Не надменен ли? Не горд ли? Не буин? Не сребролюбив? Не ослушник ли родителям? Не продавец ли детей своих? Ибо Бог не открывается тем, кто это делает, если наперед не очистят такие люди себя от всякой скверны. Все это наводит мрак и, как болезнь на глазах, не позволяет им обращаться к свету солнечному. Так и тебя, мой друг, беззаконие помрачают так, что не можешь видеть Бога. Ты скажешь мне, ты, видящий, опиши мне вид Бога. Послушай, друг мой, вид Бога не описуем и не изясним, ибо не может быть видим плотскими глазами. Его слава бесконечна, величие необъятна, высота непостижима, могущество неизмерима, мудрость неисследима, благость неподражаема, благодеяния неизреченны. Как душа в человеке невидима и незрима для людей, познается же через движение тела, так и Бога нельзя видеть очами человеческими, но он созерцается и познается из его проведения, то есть заботы, по-русски говоря, и действий. Ибо кто увидит корабль в море, снаряженный и идущий к берегу, непременно заключит, что есть на нем кормчий, управляющий его движением. Так точно должно думать, что есть Бог, правитель вселенной, хотя он и не видим плотскими глазами по его бесконечности, необъятности для нашего понимания и зрения. Это я добавляю от себя. Если человек не может взглянуть на Солнце, это весьма малое в сравнении со Вселенной тело, по чрезмерному его жару и силе, то не меньше ли еще смертный человек может зреть неизреченную славу Бога? Как гранатовое яблоко, снаружи покрыто кожицую, имеет внутри много ячеек и вместилищ, отделенных друг от друга тонкими плевами и содержит в себе много семян, так все творение содержится Духом Божиим, и этот Дух вместе с творением содержится, содержится рукою Божией. «И как зерно гранатового яблока, в нем содержащаяся, не может видеть то, что вне кожицы, будучи само, внутри, так и человек, который вместе со всем творением содержится рукою Божией, не может видеть Бога, царя небесного, хотя не все видят, но признают его бытие и знают о нем по его законам, распоряжениям, властям, войскам и изображениям, а ты не хочешь таким же образом познавать Бога из его дел и сил». Замечательный образ предлагает нам святитель Феофил Антиохийский. Гранатовое яблоко, гранат, а в нем зернышки. Каждый человек, он окружен какой-то такой полупрозрачной плевой в своей повседневной жизни, своего быта, находится в своем, в своей жизненной ячейке. И в ячейке исторической, потому что он наследник своих обычаев, навыков, языка, культуры. И в ячейке социальной, потому что нелегко перепрыгнуть из ячейки в ячейку. И, конечно, в своей ячейке гендерной, как не меняй себя, но каким родился, таким и продолжай жить. И, конечно же, в своих обстоятельствах жизни достигнешь того, на что способен, но, достигая этого, прояви полную меру своего стремления усовершенствоваться в том, что тебе дано свыше. И этот человек, он не может видеть целого, потому что, находясь внутри ячейки, да еще и покрытой своей плевой, он должен признать, что кругозор его, человека, живущего сейчас, здесь, на земле, в истории, например, в 21 веке, до смешного мал. И знания наши очень ограничены. И мы должны признать свою ограниченность, свою слабость. Блаженны нищие духом. Когда мы это признаем, тогда мы встанем на тот путь, который ведет в Царство Божие. А почему? А потому что вместе с этим мы признаем, вот причина наших недостатков. Вот главное, главный виновник всех наших проблем и бед. Это то, что мы по жизни несем в себе и на себе наши слабости, наши неправоты, ошибки, в которых мы не раскаялись, наши, наконец, укоренившиеся в нас пороки, грехи. Обо всем об этом очень ярко, красноречиво, рассказывает нам Феофил Антиохийский. Но если только мы, благодаря тому, что поверим, поверим в то, что за пределами нашей кожицы, наших жизненных обстоятельств, того, что мы можем потрогать и почувствовать, существует бесконечная, великая жизнь. И к этой жизни мы потянемся. И между нашей слабостью и ограниченностью, как лучик света, возникнет ниточка, которая соединяет нас с источником жизни, с Богом, то тогда, тогда-то мы прикоснемся уже здесь, на земле, к бесконечной жизни. Все земные связи, все, на что мы здесь рассчитываем, чему мы посвящаем время, отдаем столько сил и забот, они со временем порвутся. А эта духовная связь не порвется, не прервется никогда. И она станет залогом нашего бессмертия, потому что на одном конце этого лучика наша вера, наш ум, наша надежда, наша любовь, а на другом конце тот, кто эти качества нам сообщает, тот, кто хочет нашего бессмертия, тот, кто нас так любит, как мы даже представить себе не можем. Все. Спасибо. Продолжение следует...